Почти на каждом континенте, в каждой стране у юристов есть профессиональный праздник. В Беларуси он отмечается в первое воскресенье декабря. Такое признание не случайно, ведь люди, находящиеся на страже закона, служат ему и стоят на защите права и свобод людей. Ведь не зря говорят, что с государством все в порядке, если его основной закон, Конституция соблюдена. Это аксимома для каждого служителя фемиды. А услышать в качестве приятного бонуса в канун профессионального праздника слова благодарности за принципиальность, за заботу о чужой судьбе, за обостренное чувство справедливости, широкий кругозор и просветительскую деятельность весьма приятно. Сегодня будут награждаться работники разных учреждений, и нотариусы, и адвокаты, и судьи, и секретари судебных заседаний, и работники Главного управления юстиции, как от Союза юристов, так непосредственно от имени Верховного суда Республики Беларусь и от Республиканской коллегии адвокатов. Вся Брестская область находится здесь. Всего мероприятия участвуют где-то около 260 человек. И мы надеемся в дальнейшем расширять наше поле деятельности и делать для наших людей небольшой праздник. Семья супругов Кулак служит закону, и людям уже не один десяток лет. Сергей Мефодьевич – председатель экономического суда области. Наталья Васильевна – нотариус Брестского нотариального округа. Работа, в которую пришли по призванию, сплачивает и в семейной, и в профессиональной жизни. Когда стал вопрос о выборе, с уверенностью решил стать нотариусом. Работа нотариусов – это не только работа с бумагами, это работа в первую очередь с людьми. И в каждом случае это все индивидуально. Каждый случай, каждый случай особенный. Хочется быть полезной нашим гражданам и юридическим лицам. Хочется сделать для людей таким образом, чтобы все их сделки, все было в рамках закона. Я считаю, что это самое главное. С уверенностью хочу сказать, что нотариус – это мое призвание, это, по сути дела, вся моя жизнь. Юрист, на мой взгляд, это призвание. Он внимательный, потому что он умеет слушать и слышать чужую проблему. Он целеустремленный, потому что вплоть до Верховного суда обжаловывает любой судебный акт, отстаивая свою прорывную позицию. И это все, мои дорогие друзья. Поздравляя вас с праздником, я искренне желаю вам добра и мира, уверенности в завтрашние дни и справедливости. Слова признательности в канун профессионального праздника от коллег, от благодарных клиентов получала и нотариус Бресского, нотариального округа Людмила Андреевна Дробыш. Потрясающая женщина, с сильным багажом знаний и огромным опытом, более 40 лет. Она не понимает, что значит такой термин, как профессиональное выгорание. Людмила Андреевна всегда поможет и подскажет обратившимся, разобраться в сложной ситуации, разберет все от а до я, просто по-человечески. Считаю, что юрист должен уметь выслушать, а не только услышать. Поскольку юрист, любой юрист работает в интересах государства, в интересах нашего общества, то есть в интересах наших граждан, значит мы защищаем права и интересы тех, кто к нам обращается. Поэтому мы считаем, что наша функция очень значительна. И мы придаем большое значение своей работе, своей профессии. Проработав столько лет в этой сфере, я подписываю документы, подписываю, то есть я несу за них ответственность. А до этого времени я работала в качестве секретаря. Проработав столько лет в этой профессии, наверное, вот этим самим фактом того, что я столько лет нахожусь, ну будем так говорить, на этом месте, я уже подтверждаю то, что профессия очень интересная, замечательная. И я никогда не пожалела о том, что я ее избрала. Людмила Андреевна горит на своей работе, получая удовольствие от того, что может помочь людям. И они все такие нотариусы Брестского нотариального округа. Корреспонденты БУК-ТВ уже на протяжении многих лет делают сюжеты о них, а потому знают об этом не понаслышке. Они проводят на постоянной основе акции по бесплатному консультированию в канун государственных праздников. Они идут, так сказать, в люди, считая своим долгом делать людей грамотнее в юридическом плане. И даже в канун профессионального праздника была проведена масштабная акция с участием специалистов ЗАГСа, адвокатур и управления Фонда социальной защиты, а также главного управления юстицией. Юрист – это такая достаточно гуманная профессия, которая призвана в первую очередь помогать людям. Людям делать более доступным то, что мало понятно, но очень нужно каждый день. Поэтому сейчас в целом все юристы страны, где бы они ни находились, будь то юристы предприятий или юристы, которые работают в различных госорганах, уж тем более если брать наше ведомство, это юристы, которые находятся на службе у людей, они нацелены на то, чтобы сделать для людей законодательство более понятным, более простым и доступным, чтобы люди понимали, на что они имеют право и какие у них есть обязанности. Потому что соблюдение прав и вообще реализация своих прав, она напрямую связана с соблюдением прав других людей, а значит выполнением своих обязанностей. Такая акция, как сегодня у нас уже проводится в десятый раз в этом году. И эти акции проходят не только у нас в Прескобасной Нотариальной Палате, но сейчас все нотариальные конторы и бюро тоже проводят акцию в течение дня. И если взять вообще в общем, то за эти все 10 акций у нас обратилось более 4000 человек. Нам хотелось бы повысить правовую грамотность населения, потому что, к сожалению, очень часто люди не знают, куда обратиться, у кого спросить, как решить свои проблемы. И вот для этого, чтобы они знали, куда пойти и кому обратиться, мы проводим такие акции. Каждый юрист, согласно красивому образу греческого нотариата, это пастырь мира. А из этого следует, что миссия его – просвещать собственный народ. Всех своих коллег, не только, наверное, Брестской области, но и вообще в целом нашей республике с этим праздником замечательным. Хочу, конечно же, пожелать возможностей реализации для того, чтобы в целом эта профессия наша, которая нас где-то окрыляет, где-то делает ближе к людям, чтобы все в этой профессии удавалось. Ну и, конечно же, хочу пожелать здоровья, терпения, счастья, благополучия и не только самим юристам, но и членам их семей. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». «Итоги недели».